Мне однократно задавали вопрос уже, а сколько минимально надо бегать километров? Смотри, какая задача стоит у вас. Если вы километражно бегаете за какое-то время, то сколько вам надо километров, столько бегаете. Например, вы хотите 5 километров побегать за 30 минут, значит, надо 5 километров бегать. И стараться повышать постоянно время. То, что касается 10. А вот если ваша задача кардио или жиросжигание, тут все по-другому. Здесь надо бегать не километры, а надо бегать время. И минимальное время это полчаса. Потому что только через полчаса начинается сжигание жиров. Глюконогенез, как запускается процесс, начинается утилизация жиров. Причем не очень быстро бежать надо. Если вы бежите быстро, то получается, что у вас не успевают сработать эти механизмы все. И у вас утилизируется большим мышечным тканем. И только через полчаса происходит запуск сжигания жира. И с этого именно момента и начинается тренировка непосредственно. Именно с этого мига. То есть, на самом деле, если вы бегали интервалы, например, в кардиотренировке, то у вас это продлится еще после полчаса занятий на очень долгое время. Если же вы бегали просто плавно, то уже через 10-15 минут остановятся процессы эти. Поэтому, если вы просто бегаете медленно, то вам желательно бегать больше, полчаса. Потому что, я говорю, только через полчаса происходит запуск сжигания жиросжигания. Бежать не быстро, в интервале частота сердечного сокращения должна быть 140-150. Ну, от возраста зависит. Надо по таблицам посмотреть. Для каждого возраста есть свои таблицы. Более точные таблицы. Они там учитывают еще и вес, и первоначальный статус. Но это более сложные моменты. Вот. Если вы быстрее будете бежать, вы уже не жиросжигать начнете. Вы сжигать начнете мышечную ткань. А к тому же начнете закислять миокард. Что при кардиотренировке, в общем-то, совершенно не было. Вот. И не очень-то полезно. Ну, вот так вот. Полчаса. Минимум. А так до часа. Это нормально.